Период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, увеличили вдвое. Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации, один минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника, длился три месяца. Теперь он увеличился до полугода. Соответствующее постановление вступило в силу 2 августа. Власть рассчитывает, что благодаря такому решению крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, а также сохранить коллектив. С августа этого года в налоговом кодексе оговаривается, что налоговая тайна перестает быть тайной, если налогоплательщик сам дал согласие на ее разглашение. Я допускаю, что теперь налоговый орган, собирая определенную информацию, статистическую, об оплате налогов, декларации и так далее, будет затребовать согласия на распространение этой информации. И мы таким образом можем сказать, что, наверное, круг информации, который будет попадать под налоговую тайну, предусмотренную статьей 2 налогового кодекса, он будет таким образом расширен. На это нужно обратить внимание, что теперь законодатель сделал такое важное, небольшое, но важное уточнение. С 25 августа вступают в силу ряд поправок в Федеральный закон об оружии, которые уточняют основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Раньше в качестве гладкоствольного рассматривались, в принципе, и стволы, внутри которых были нарезы, но не по всей длине ствола. Теперь определено, что ствол с любым нарезом считается нарезным оружием. Для тех, у кого уже есть оружие, у кого уже есть охотничьи лицензии, на данный момент это не влияет. Но когда подойдет срок эту лицензию менять, некоторые владельцы могут столкнуться с определенными трудностями. Разный порядок получения лицензии и не любым оружием любое лицо может владеть. Документ также разрешает проводить ремонт гражданского и служебного оружия юридическим лицам, имеющим на это лицензию. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, которые выдается Росгвардии. В этом месяце начали действовать поправки в законодательство, позволяющие самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Самозанятыми считаются граждане, которые получают доход от своей личной деятельности без работодателя и наемных работников. Закон касается только тех, чей максимальный доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Самозанятые платят налоги по льготной ставке. 4% при оказании платных услуг физическим лицам и 6% юридическим. Кроме того, самозанятым не нужно открывать ИП и предоставлять декларацию в налоговую службу. Теперь подать заявление на применение этого специального налогового режима можно через портал госуслуг. До этого момента у нас это можно было сделать следующим образом. Соответственно, через соответствующее приложение, через уполномоченные банки, либо через федеральную налоговую службу. Таким образом, по сути, расширили список возможностей, через которые ты можешь получить статус самозанятых. И еще немаловажный момент заключается в том, что теперь этот профессиональный налоговый режим распространили на ряд дополнительных категорий людей. Это жители Украины, это жители ЛНР и ДНР и в том числе граждане, проживающие в Евразийском экономическом союзе. Это, соответственно, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения. В конце августа закончатся установленные ранее ограничения на эквайринговые комиссии. Я напомню, каждый раз, когда мы куда-то приходим в магазин или заказываем что-то через интернет и платим карточкой, предприниматели, которые нам продают товары и услуги, они оплачивают банку, так называемую комиссию за эквайринг. Как правило, она составляла 1,5-2%. Начиная с середины февраля, Банк России ограничила это 1% для социально значимой сферы. Ну, как то образование, услуги, продукты, лекарства. Однако с 31 августа эта мера прекратит свое действие. Так что можно будет ожидать небольшого, но повышения цен опять. Еще одна новость касается автовладельцев. В последний месяц лета возвращается тревожная кнопка «Эроглонас». Сообщается, что с конвейера автоваза уже начали сходить первые автомобили с этим блоком. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.